Лобные доли Можно сказать, что увеличенные лобные доли позволяют нам лучше контролировать свое собственное поведение, и в этом одно из наших самых главных отличий от всех обезьян, которые ныне существуют. Если сознательный контроль за поведением — это то, что выделяет человека, то, в общем, становится понятно, что ни одна из форм поведения, которая характерна для обезьян, не может быть применима к нам, потому что мы по определению умеем контролировать все эти формы поведения в зависимости от того, что мы решаем, что мы принимаем как важные формы поведения для нас как людей. Мы не шимпанзи. Здесь мы приходим к первой части этого доклада. Да, кстати, доклад будет разделен на четыре части. Между второй и третьей будет перерыв. Мы не шимпанзи. Мы не шимпанзи, мы не гиббоны, мы не орангутаны, мы люди. Но начать бы я хотел не с шимпанзи, не с обезьян, а с трех млекопитающих, как и мы. С трех животных, которые, в принципе, достаточно сходны между собой по плану строения, ну, с исключением, конечно, этих огромных крыльев. Это летучая мышь, это мышь, это афосумы. Все три животных млекопитающие, но у каждого из этих животных есть определенные особенности мозга, которые определяют в том числе и их поведение. Если проанализировать структуру мозга каждого из трех этих животных, то становится видно следующее. Для мыши, для которой осязание — это главный орган чувств, мышь ориентируется прежде всего с помощью дюбриз, тех усов, которые помогают ей ориентироваться в замкнутом небольшом пространстве, например, в лесной подстилке. И поскольку осязание для неё — самый главный орган чувств, действительно, мы видим у неё в мозгу огромные зоны, связанные с осязанием, или, если точнее, с аматосенсорным чувством. У летучей мыши зрение и осязание не играют большой роли, потому что летучие мыши ориентируются по звуку. Они ловят добычу, посылая вперёд ультразвуковые сигналы и улавливая эхо, которое отражается от добычи. Они могут различить направление полёта насекомого с точностью до миллисекунды и с точностью до долей угла с помощью вот этих вот ультразвуковых сигналов. И действительно, у них вместо аматосенсорных областей гораздо более развиты слуховые области коры. Ну и, наконец, у аматоссума, который представляет собой более классическое млекопитающее, он стоит у основания эволюционного древа этой группы животных. Для него зрение, как и для многих млекопитающих, является главным. Он находит свою добычу, прежде всего ориентируясь с помощью глаз. То есть особенности поведения этих животных отражаются в структуре, в физиологической, анатомической структуре их головного мозга. Если мы посмотрим на эволюционное древо млекопитающих, то мы поймём, что главное правило их эволюции заключается в том, что нет никаких правил эволюции млекопитающих. Млекопитающие развиваются таким образом, что они способны развить в себе эволюционно, в принципе, огромное количество разнообразных способностей. Вот это эволюционное древо. И на нём, как и на предыдущем слайде, приведены схемы мозга с разбивкой по разным властям, отвечающим за те или иные ощущения. Осязание показано красным и оранжевым, слух — жёлтым, зрение — синим, голубым и пятым. Сейчас я объясню, чем различаются эти разные цвета в пределах одной чувствительности. Но обратите внимание на тех же летучих мышей и очень близких им животных из той же группы рукокрылых. Это летучие лисицы, такое милейшее животное, которое вырастает до таких размеров. Дело в том, что в отличие от летучих мышей, летучие лисицы не хищники. Они питаются плодами, и им не нужно ловить добычу ночью, в темноте, пользуясь какими-то высокоточными ультразвуковыми методами, им достаточно классических глаз, как у других милейкопитающих. И действительно, если сравнить структуру их мозга, то у летучей мыши достаточно маленькие отделы, отданные под зрение, и огромные отделы, отданные под слух. В то время как у летучей лисицы области, отданные зрению, разрастаются, и в них появляется вот то, что здесь отмечено как зрение 2. Это вторичная зрительная область. Это означает, что первичная зрительная область осуществляет самую первую обработку зрительной информации, вторичная осуществляет уже более сложную обработку, извлекая из неё какие-то сложные категории, концепции, которые недоступны для животных с менее развитыми зрительными отделами. Другое сравнение — мышь, которую я уже показывал, и белка. Тоже очень близкие друг к другу животные, оба грызуны, но они достаточно сильно различаются между собой по поведению. Для мыши опять-таки сама это сенсорика и осязание. Это не совсем синонимы, но будем считать для наших целей, что это так. Для мыши первичные области осязания занимают практически весь мозг. Для белки это не так. У белки развитые зоны и отданные под зрение. Кроме того, у неё появляются вторичные осязательные области. Это может указывать на то, что белка не так сильно, как мышь, ориентируется на осязание, но она занимается какими-то более сложными процессами, связанными с осязанием. Вот на этом слайде показано, как белка разделывает орех. Может быть, вот эта усложнённая осязательная система, хотя и не такая большая, как у мыши, может свидетельствовать о какой-то связи вот с этими более сложными операциями с помощью лап. У кошек встречаются все те же самые отделы, прежде всего зрение и слух. Но кроме того, у кошек появляется огромное количество серого вещества, которое напрямую, которое не определяется как чётко слух или чётко зрение. Это так называемые ассоциативные области коры, которые не связаны с сенсорными чувствительными модальностями, а которые обрабатывают эту информацию, усложняют, выводят из неё какие-то сложные вещи, которые кошка использует для того, чтобы менять своё поведение. То есть кошкин мозг устроен по классическому принципу, как и у других млекопитающих, но они способны осуществлять более сложные операции с информацией, которую они получают из внешнего мира. Ну и, наконец, приматы. С точки зрения мозга самая развитая группа млекопитающих. У приматов первое, что бросается в глаза, это развитие не только первичных, вот первого и второго отделов, посвящённых зрению, но и более сложных отделов вплоть до пятого, которые отвечают за распознавание движений, объектов и прочих абстрактных категорий, которые для многих других животных недоступны. Отдельно на глубину дельфинов, которые не приведены на этом эволюционном древе. Дельфины интересны тем, что у них, по сути дела, частично сращиваются слуховые и зрительные отделы. В какой-то степени можно сказать, что для дельфинов зрение и слух — это отчасти одно и то же. Ну, люди — это приматы, люди — это не дельфины, поэтому нам нужно ориентироваться на мозг. Обезьяны для наших сравнений. Люди — это очень странные обезьяны. Они отличаются от всех остальных обезьян очевидным образом. Обезьяны не собираются на лекции, обезьяны не обучаются их детей математике. В нас, очевидно, есть что-то такое, что выделяет нас из всего остального живого мира. И наиболее современная теория о том, что именно отличает нас от других животных, гласит, что изменением, позволившим нам стать самими собой, людьми, стало появление языка. Язык — это достаточно абстрактная вещь. Её не так просто определить. Язык может передаваться с помощью спугов, язык может передаваться с помощью жестов, с помощью чтения по лбам и, наконец, разумеется, в форме текста. Так вот, оказывается, что если наблюдать за активацией различных отделов мозга в разных комбинациях этих ситуаций, то вырисовывается достаточно чёткая картина. На этом слайде показана активация участков мозга в разных ситуациях. Жёлтая — чуть более слабая активация, красная — очень сильная активация. Сверху — левая и правая часть мозга слышащих людей, читающих текст, в данном случае английский. Здесь глухие люди, наблюдающие за языком жестов. И, наконец, здесь слышащие люди, которые знают при этом язык жестов и тоже наблюдают за языком жестов. То есть это разные комбинации восприятия языка и существующего представления о том, что представляет собой язык — звук или жест. И, как видно, во всех трёх случаях наблюдается активация очень похожих областей мозга. Это, прежде всего, классические речевые центры, обнаруженные ещё пару столетий назад. Это так называемая зона брака. Несколько упрощая, она отвечает за грамматику, за комбинации слов в предложениях, за компилирование новых смыслов из имеющихся. И вторая зона — это зона верники, которая, опять-таки, несколько упрощая, отвечает за связь между словом и его смыслом. Все три зоны активируются во всех трёх ситуациях. То есть это зоны, которые не связаны ни со слухом, ни со зрением, ни с чем-то конкретным, что может присутствовать в языке, а скорее самой идеей языка, самой идеей передачи информации от одного человека к другому. Кроме того, есть некоторые различия у глухих людей и, в принципе, людей, которые воспринимают ежик жестов. Во-первых, нарушено смещение языковых центров в левое полушарие. Классические языковые центры располагаются в левом полушарии, но у глухих, воспринимающих язык жестов, они, что интересно, располагаются, кроме этого, и в правом полушарии. Вот, например, типичная зона брака, оказавшаяся почему-то в правом полушарии. Почему так происходит? Не до конца понятно. И на этом слайде тоже показано сходство между языком жестов и письменным языком с точки зрения мозга. Это два разных языка жестов — американский и квебекский, и письменные эквиваленты слов и фраз, которые передавались глухим людям с помощью этих двух языков. Как вы можете видеть, активация областей мозга очень точно совпадает между этими двумя совершенно разными способами доставки смысла другому человеку в голову. То есть главные особенности человека, как можно сделать из этого вывод из того, что я показал, это, с одной стороны, язык. У нас в мозгу есть области, которые отвечают не за что-то конкретное, существовавшее у других животных, а именно за язык, которого у других животных нет. И, кроме того, контроль поведения, который в корне меняет всё наше представление о том, что мы можем и что мы должны делать. Язык позволяет нам развивать технологии. Например, сельское хозяйство, краеугольный камень развития человечества не могло бы появиться без развития языка, просто потому что в пределах одного поколения невозможно было бы накопить такое количество знаний, которое бы позволило человеку возделывать Землю. Для этого потребовались многие поколения, которые взаимодействовали между собой путём обмена информацией с помощью речи и письменности. И, в конце концов, язык привёл нас к таким технологическим свержениям, как Большой Адромный Коллайдер, самая большая машина, когда-либо созданная человеком. Язык позволяет нам передавать знания с поколения в поколение, позволяет обучать людей, позволяет нам читать лекции. Язык позволяет бороться за свои права и как-то менять общество, в котором мы живём. Но и то, и другое, и язык, и контроль поведения, и, в принципе, всё, чего достигли млекопитающие, всё то разнообразие функций, которое наблюдается среди этой группы животных, сводится к одному очень важному эволюционному приобретению, которое характерно для этой группы. Мы думаем о млекопитающих, как о животных, которые питаются молоком, но, наверное, правильнее было бы думать о большей части млекопитающих, как о животных, которые обладают новой корой, или неокортексом. Это важнейшая часть нашего мозга, ещё называемая кора больших полушарий. Интуитивно кажется, что переработка информации в мозгу должна строиться снизу вверх, как в компьютере. Когда мы смотрим на дом, где-то в глубине мозга мы знаем, что это дом. Но очевидно, что сетчатка, куда поступает зрительная информация, об этом не знает. То есть где-то между сетчаткой и высшими областями нашего мозга информация о свете, который доходит до глаз от дома, превращается в информацию об абстрактной концепции дома. Интуитивно кажется, что это происходит следующим образом, линейным образом. Вначале наблюдаются точки, то есть, например, сетчатка видит, условно говоря, пиксели, и низшие области коры тоже воспринимают их как пиксели зрительной информации. Да, и они преобразуются в какие-то более сложные, несколько более абстрактные категории, как бы в векторную графику, ориентацию, пропорции, каких-то отдельных деталей, которые мы наблюдаем дальше, цвет, трёхмерная форма, и, наконец, атрибуты, объекты и категории, то есть различия между домом, предметом, лицом, инструментом. Вот всё такое, что где-то в глубине нашего мозга мы знаем. И действительно, в каждой из этих областей нашего мозга существуют нервные клетки, которые реагируют на вот эти, на эти параметры разной сложности. Если вы вставите электрод в сетчатку или в таванус, который располагается между сетчаткой и корой, то вы найдёте там нервные клетки, которые реагируют на пиксели информации, грубо говоря. Если вы вставите электрод в следующую по иерархии область коры, в эту затылочную область, куда поступает зрительная информация, то вы обнаружите там нейроны, реагирующие на ориентацию пропорций. Следующая область, это вот та самая вторичная зрительная область, вы найдёте там нейроны, реагирующие на достаточно сложные вещи, на трёхмерную форму, на цвет того или иного объекта и так далее. И, наконец, дальше, в височной доле мозга вы найдёте нейроны, которые различают своей активностью дом, дома, разные дома и разные лица, допустим. То есть информация усложняется по ходу её тока вдоль мозга. Действительно, выделяют в зрительной системе. В зрительной системе изучена лучше всего. В зрительной системе выделяют два потока информации. Они называются вентральный поток, который, условно говоря, описывает, что мы видим, и тарзальный поток, который описывает, где мы видим. В оба этих потока информация поступает из сетчатки и постепенно, постепенно усложняется, приобретая всё большую и большую абстракцию. Так, во всяком случае, кажется, и так предполагалось в нейронауке в течение, по крайней мере, двух столетий. Но в последнее время, конкретно начиная с 90-х годов, стало понятно, что такая схема не до конца описывает обработку информации нашим мозгом. Дело в том, что если взять случайное млекопитающее и разрезать ему голову, то на среде мозга будет наблюдаться слоистая структура. Мозг, точнее его кора, состоит из обычно шести слоёв, которые выделяются гистологически. Мы можем прокрасить их определёнными красителями и увидеть, что в мозгу, в коре больших глушарий, есть разные слои. Эти слои отличаются теми нервными клетками, которые в них обитают. И у этих нервных клеток есть совершенно чёткие свойства соединений с другими областями мозга. То есть слоистая структура определяет, куда приходят входящие соединения в ту или иную часть мозга и куда уходят исходящие соединения. И вот анализ того, как устроена эта слоистая структура мозга, показывает нам, что на этом слайде приведены, кстати, трёхмерные реконструкции того, как эти слоистые структуры выглядят. Единицей мозга, которая оперирует такой информацией, называется критикальная или корковая колонка. Это какое-то содружество нейронов, которые всегда работают вместе друг с другом. У них могут быть определённый входящий поток информации, у них есть определённый исходящий поток информации, но всё вместе они работают как единое целое. Это критикальная колонка, и здесь она реконструирована в трёхмерном, в трёх измерениях. Как видите, это, в общем, такое очень сложное переплетение клубок нейронов. Так вот анализ таких клубков, этих колонок, показывает, что слоистая структура определяет направление потока информации. Поток информации оказывается движется в две стороны. Если мы возьмём произвольную корковую колонку где-нибудь в середине мозга, то в средних слоях будут находиться нервные клетки, которые отправляют свои отростки в следующие корковые колонки по иерархии. Мы обсудили иерархию отделов мозга, перерабатывающих информацию, всё более и более сложные отделы. Так вот, в более сложные отделы информация уходит из третьего слоя и приходит в основном в четвёртый слой. В более простые отделы, в предыдущие по иерархии, информация уходит из верхних и нижних слоёв. Самок себе нам это ничего не говорит о том, что происходит с этой информацией, но что нам это говорит, что вентральный и дарзальный поток зрителей информации, как, в принципе, и любой поток информации в мозгу — это на самом деле двусторонний поток информации. Для чего это может быть нужно? Допустим, вы смотрите на чьё-то лицо. На самом деле вы не видите этого лица. Вы видите состояние собственного мозга. Для нашего сознания сетчатка недоступна. Для неё доступны отделы коры, которые находятся уже после сетчатки. Информация сетчатки от объекта поступает в первичные отделы мозга и активирует какой-то определённый уникальный набор нервных клеток и горковых колонок. Это называется первичная репрезентация. Репрезентация просто означает, что эта комбинация нервных клеток уникальна для данного стимула. Первичная репрезентация образуется в первичных зрительных областях, и она отправляет свои восходящие соединения-соединения вперёд в следующую область мозга, где образуется вторичная репрезентация. Это уже новая комбинация нервных клеток, которая активируется в ответ на первичную репрезентацию. Она может обладать какими-то изменёнными свойствами. Например, у вторичной репрезентации обычно больше нервных клеток, реагирующих на середину изображения. Поэтому середина как бы разрастается, в то время как те нервные клетки, которые отвечают за изображение по краям, во вторичной репрезентации представлены меньше. Постепенно эта информация усложняется, и в более далёких отделах коры уже встречаются клетки, которые уже встречаются абстрактные репрезентации. Клетки, реагирующие на цвета, форму объекта и так далее. В результате наш мозг формирует что-то вроде модели этого объекта. Он формирует определённые комбинации нервных клеток, кодирующие все абстрактные и неабстрактные свойства того или иного предмета. Так вот, с помощью нисходящих соединений, тех, которые отправляются назад, обратно в более простые отделы мозга из более сложных, с помощью нисходящих соединений эти сигналы фильтруются и преобразуются. По сути дела, нисходящие соединения — это влияние модели на данные. Это влияние того образа, который мы хотим увидеть, на то, что мы действительно видим. То есть двусторонним потоком информации мы обеспечиваем своему мозгу возможность выбирать, что он чувствует в данный момент времени. А как это работает? Представьте, что вот этими прямоугольниками обозначены разные корковые колонки. В этой упрощённой схеме у нас совершенно чёткая корковая иерархия, где все отделы расположены друг за другом. Вначале — это органы чувств, потом чувственная или сенсорная кора, затем ассоциативная кора, которая получает информацию от разных чувств, например, от зрения и от слуха. И, наконец, в самом конце располагается отдел мозга, называемый медиальной височной долей, который связан с памятью. Об этом я, кстати, буду говорить больше в воскресенье, на гиг-пикнике. Память находится на самой вершине вот этой иерархии. Из органов чувств в сенсорную кору приходит информация, которая активирует какую-то комбинацию горковых колонок. Допустим, это вот эти две колонки. В то же время туда же поступает информация от более высоких отделов. Это модели, которые проецируются на сенсорную кору. Допустим, эти модели активируют колонки номер 2 и номер 4. Из-за этого в этой сенсорной коре возникает что-то вроде напряжения, когда данные активируют один набор колонок, модели активируют другой набор колонок, и они пытаются найти между собой общий язык. Это связано, по-видимому, с потреблением кислорода и с той повышенной активностью, которую мы обычно наблюдаем, например, с помощью магнитно-резонансной томографии. Когда мы видим изображение мозга и в нём какая-то область выделена, скорее всего, это именно вот это состояние, когда мозг активно пытается найти соответствие между данными и моделями, приходящими сверху. И в какой-то момент он это делает. Он обнаруживает, что колонка номер 4 получает и данные, и проекции моделей. То есть она лучше всего объясняет реальность, она лучше всего объясняет информацию, которая поступает от глаз. Свойства мозга таковы, что от этого активность в этой четвёртой колонке станет сильнее, она начнёт подавлять колонки вокруг себя, и в результате наступает расслабление. Модели объясняют данные, и после этого модели и данные становятся одним целым, и дальше они продвигаются на следующий этап, на следующую область мозга. И здесь информация вот от этих колонок становится тем же самым, что данные из глаз были вот для этой области мозга. Здесь тоже происходит взаимодействие между данными и моделями, и в результате, в конечном итоге, в мозге образуется некое равновесие между тем и другим, образуется стабильное состояние, в котором все модели объясняют все данные. Ещё одно важное свойство мозга заключается в том, что когда это происходит, между моделями и данными возникает что-то ради резонанса, возбуждение начинает активно гулять между этими гороколонками, и это как-то усиливает соединение между конкретными колонками. То есть вот эти вот стрелки, которыми здесь обозначаются соединения между конкретными группами гороковых колонок, они становятся сильнее. Поэтому в следующий раз, когда та же самая информация поступит в мозг, эта информация потечёт уже вот именно по этим соединениям с большей вероятностью. То есть модели, которые оказались полезными, с большей вероятностью будут использоваться для объяснения данных в дальнейшем. Вопрос заключается в том, откуда берутся модели. Из того, что я сейчас объяснил, в общем, следует, что модели берутся из предыдущего опыта, потому что если модель объясняет данные, если после этого она укрепляется, то это означает, что эта модель в будущем будет более сильной. Этот процесс в основном происходит в детстве. По сути, детство — это такая стадия нашего развития, на котором мы хотим накопить в мозге и накапливаем как можно больше моделей в дальнейшей жизни, помогающие нам ориентироваться в пространстве и в окружающем мире. Мы запоминаем категоризацию разных предметов. Ребёнок не знает, чем отличается инструмент от электрического прибора. Но постепенно он выучивает это просто за счёт того, что он пробует разные варианты, и в конечном итоге определённые модели оказываются более успешными. Они подавляют всё остальное. То есть за несколько лет взаимодействия с другими людьми, в том числе с матерью, как на этой картинке, с отцом, который показывает что-то такое о свойствах предметов, о том, как они взаимодействуют между собой, о том, как работает физика, их контактов, от взаимодействия с другими людьми, которые помогают нам установить социальные роли, представление о собственном «я» и так далее. И вот обучение уже в более взрослом возрасте, которое происходит через более сознательный механизм, когда мы сознательно выучиваем какие-то аспекты реальности. С помощью всего этого мы накапливаем определённые контакты между нервными клетками, которые работают как модели. И действительно, если посмотреть на формирование контактов между нервными клетками и синапсов в детском возрасте, то становится очевидно, что в детстве этот процесс происходит лавинообразно. Действительно, вот так выглядят контакты между нервными клетками, между каким-то набором нервных клеток при рождении. Вот так они начинают выглядеть примерно в 6 лет, когда нервные клетки начинают ветвить свои отростки, соединяться с чем попало в каких-то глобальных направлениях, заданных генетически. Но после этого те клетки, которые оказались соединены удачно, и соединения, которые оказались полезными для объяснения реальности, сохраняются, тогда как другие менее значимые и менее полезные соединения устраняются. Именно поэтому в детстве очень сложно удержать какую-то информацию, в голове на долгое время. Но при этом у детей очень развито воображение, у них гораздо больше возможных контактов между нервными клетками, соответственно, между какими-то понятиями, концептами, чем у взрослых людей. В этом смысле мы, как млекопитающие, очень интересно отличаемся от птиц, например, которые тоже представляют собой очень нейробиологически развитую группу животных. Птицы достаточно умные, особенно некоторые из них, они умеют выполнять достаточно сложные операции, у них бывает категоризация предметов, у них есть много чего такого сложного. Но при этом архитектура мозга птиц, она принципиально другая по сравнению с нашей птицей, как и большинство более примитивных животных, как, например, мои любимые слезняки, организованы... Мозг птиц организован с помощью нервных узлов или ганглиев. То есть это какие-то такие заранее заданные генетические группы нервных клеток, которые соединены между собой в определенных комбинациях. Эти соединения могут оптимизироваться, они могут меняться, но в них нет такой универсальности, как в Корее больших лошарей млекопитающих, в которых всё соединяется со всем, и после этого из этого всего остаётся только то, что нужно. То есть, по сути дела, млекопитающие отличаются от других животных примерно так же, как телефонный АТС отличается от двух телефонов, которые соединены между собой с помощью проводов и батареек. В этом случае у вас нет никакой возможности как-то изменить это строение или эти возможности очень ограниченные. В этом случае вы теоретически можете соединить всё, что угодно, со всем, чем угодно. Именно этим объясняется такой эволюционный успех и эволюционное разнообразие млекопитающих. Если поведение птиц относительно жёстко заданно, они меньше отличаются друг от друга, чем млекопитающие, то в нашем случае и эволюционно, и в пределах жизни отдельного представителя млекопитающих мозг может приобретать совершенно уникальные формы строения. Он способен развивать себе что-то такое, что никогда не предпринималось раньше, просто из-за того, как организована его структура. «Кара» — это универсальная машина, настраиваемая опытом. Универсальная машина здесь именно в том самом тюринговском смысле. Алан Тюринг, конечно, изобретатель компьютеров. И Алан Тюринг очень интересовала, как устроен мозг человека. И, кроме того, его интересовали универсальные машины, то есть такие машины, которые принципиально способны воспроизводить функции любой другой машины. Я думаю, что ему было бы очень интересно узнать о современных достижениях нейробиологии «Кары». На этом мы сделаем первый взрослый. Мы остановились на том, что мозг организован таким образом, что любая поступающая в него информация проходит через фильтр моделей, которые существуют в мозгу на основании предыдущей информации. И третья часть этой инъекции называется «Факты и предсказания». Вот в одной из еще не вышедшей статьи, в, наверное, самом влиятельном научном журнале, в обзорном журнале в нейронауке Nature Reviews Neuroscience обсуждается вот эта модель мозга, которую я вам попытался объяснить. И там, мне кажется, очень хорошо выводятся основные базовые принципы того, как вся эта система работает. Там сказано, что цель нашего мозга, цель, точнее говоря, его «Кары», заключается в том, чтобы минимизировать разницу между предсказанием мозга и поступающим ощущением, то есть ошибку предсказания. И мне кажется, что вот этой минимизацией ошибки предсказания в принципе можно объяснить практически любое наше поведение или какую-то мыслительную активность. В этой статье приводятся три возможных способа минимизации ошибки предсказания. Но для начала вот здесь такая упрощенная схема того, как устроен наш мозг. В архитектуре двигательной «Кары» отсутствует возможность для появления данных. Там есть только модели. То есть всё наше движение, наше поведение – это модель, которая не встречает обратных данных. Ей не нужно ничего объяснять, она просто проекцируется на мышцах. В некоторых чувственных модальностях, например, энтрацепция, то есть наше представление о своём внутреннем состоянии, о том, как работают сердце, внутренние органы, и о том, грубо говоря, о том, как мы себя чувствуем, вклад моделей больше, чем вклад данных. Данные там тоже присутствуют в той или иной форме, но и гораздо меньше, чем модели. То же самое относится, например, к мышечному чувству, тогда как зрение, слухи, высязания, модели и данные, в общем, существуют в такой гармонии друг с другом. Так вот, существует три способа минимизировать ошибку предсказания. Допустим, модели по каким-то причинам расходятся с данными, которые поступают в мозг. Вы видите что-то, чего вы не ожидаете увидеть. И у вас есть несколько способов устранить эту ошибку предсказания. Первый, самый простой, это изменение предсказания. Вместо первого предсказания вы можете найти какое-то другое предсказание, которое будет лучше объяснять поступающие данные, и между ними установится равновесие, все ненужные модели, ненужные данные будут устранены. Когда мы слышим какую-то информацию, которая не соответствует нашим текущим знаниям, нашему представлению реальности, мы начинаем искать какое-то новое объяснение. Это может быть как логическое объяснение, так и чисто национальное объяснение. Это просто какая-то новая модель, которая лучше объясняет новые данные. На этой картинке человек, выпрыгнувший из окна, говорит, что он передумал. Что произошло? У человека была какая-то информация о внутреннем состоянии, которая говорила ему, что ему нужно покончить с собой. Но оказавшись за окном, он оказался в совершенно новой реальности, где данные оказались другими, и они вошли в конфликт с этой моделью о том, что надо покончить с собой. Теперь они не соответствуют этой модели. Он сменил модель на то, что теперь он не хочет кончать с собой. Второй способ — это изменение положения тела. Как нетривиальное это звучит, но в общем, к этому сводится любое наше поведение. Речь — это изменение положения тела, любые действия, которые мы производим от изменения положения тела. Это мышечная активность, которая приводит к изменению реальности. И за счет изменения реальности меняет данные таким образом, чтобы они теперь лучше соответствовали предсказаниям. То есть модели и данные расходятся, мы используем двигательную активность для того, чтобы изменить данные, и теперь они существуют в гармонии с предсуществующими моделями. Это относится, например, к такому феномену, как смещение внимания. Вы что-то заметили в боковом зрении, но вы еще не видите этого предмета. Вы изменяете положение своего тела таким образом, чтобы данные, которые поступают в ваши глаза, соответствовали тому предсказанию, которое у вас появилось, когда этот предмет появился у вас в боковом зрении. «Кого мне обвинить в своих проблемах?» спрашивает этот человек своего кота. «Код кого?» На определенном этапе мы все должны принять на себя ответственность за свои недостатки. Отвечает код, человек выбрасывает его из дома. Таким образом, он использует свою двигательную активность для того, чтобы привести свои модели в соответствие с данными, которые о него имеются. Он не хочет, чтобы ему кто-то говорил, что он сам виноват в своих проблемах, поэтому он минимизирует ошибку предсказания путем выбрасывания кота за дверь. Это относится, например, к поиску, например, ключей. Вы открыли ящик, вы знаете, что там должны быть ключи, какова ваша модель, вы не находите там ключей, ошибка предсказания, включающая у вас дискомфорт и поисковое поведение. Вы будете ходить и смотреть по сторонам, пытаясь спроецировать свою модель ключа на окружающую реальность до тех пор, пока вы не увидите этот ключ и изображение ключа на сетчатке не пойдет в резонанс с этой моделью ключа, после чего ваш мозг придет в равновесие. И, наконец, третий способ минимизации ошибки предсказания — это изменение реакции мозга на поступающую информацию. Грубо говоря, вы просто можете перестать замечать то, что не соответствует вашим представлениям о реальности. Вклад данных можно уменьшить, и таким образом моделей будет достаточно для того, чтобы установить какой-то равновесие. Вы будете селективно видеть только то, что соответствует вашим внутренним моделям реальности. Ну, например, здесь медведи воюют с львами, медведям нужна подмога, но сержант Грамблс настолько увлечен поеданием меда, что он не замечает поступающей информации, он замечает только ту информацию, которая относится к его модели поедания меда. Вот здесь на этом слайде приведены данные о том, как мы о положении глаз при чтении трех разных текстов в интернете. Ну, как вы видите, люди тратят основное время на первые строчки текста, затем меньше на вторые, потом они начинают все меньше и меньше на четвертые строчки, и в итоге их внимание постепенно убывает. Но вот на этом любопытном слайде на этой картинке замену то, как модели могут влиять на наше внимание и включать его в нужный момент. В начале чтения текста данные имеют высокий вклад. Мы читаем внимательно, мы просто усваиваем информацию из этих строчек. Постепенно мы перестаем усваивать информацию, но в некоторых случаях мы снова включаем свое внимание, потому что мы обнаруживаем что-то такое, что соответствует нашим внутренним моделям. То есть фактически подгонка фактов и предсказаний друг под друга — это принцип организации мозга. Это не просто что-то такое, что мы иногда делаем, это основа работы нашего мозга. Например, когда вы не видите, что вы не представляете из себя оппозиционного политика, тогда как на самом деле вы в общем-то тоник. Важно отметить то, что предсказания — это не просто предсказания чувств, не просто предсказания ощущений, наших собственных ощущений, но это еще и предсказания действий других людей. Мы знаем это точно, по крайней мере, на двух примерах. Вот, например, в этом году вышла статья, в которой были обнаружены нервные клетки в поясной коре макак, которые предсказывали действия, даже не действия, а мысли других обезьян. В этой игре им нужно было взаимодействовать между собой, и таким образом результат действия одной обезьяны зависел от того, что собирается предпринять другая обезьяна. Так вот, можно было обнаружить нервные клетки, которые предсказывали действия другой обезьяны. Ну и еще более известный пример — это так называемые зеркальные нейроны, которые отличаются тем, что они одинаково реагируют на совершение обезьяны какого-либо действия, и совершение этого действия каким-то другим животным, например, не обязательно даже макакой, но, например, ученым, который осуществляет эксперимент. То есть зеркальные нейроны предсказывают чужие действия, чужие движения. То есть мозг моделирует других людей. Мы знаем из анализа его структуры, что, как и другие модели, они уравновешиваются данными, и, как и в случае с другими моделями, мы всегда пытаемся уменьшить ошибку предсказания действий других людей. Выводы. Во-первых, мы отличаемся от животных, конкретно млекопитающих, особенностями, но не принципами работы мозга. В биологии содержится объяснение нашего поведения, но в ней не содержится правило нашего поведения. Во-вторых, мозг работает, такова его структура, путем расслабления моделей и поступающей в мозг информации, то есть данных. В-третьих, модели возникают из предыдущего опыта. Мы строим свои модели реальности на основании того, что мы видели, что мы знаем, с чем мы встречались за свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok